Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! Фокусируемся сегодня на блоке очень важных данных, они касаются отчета СПА инфляции в рамках Англии и в рамках США. Безусловно, поскольку мы делаем ставку на торговлю и фунтом, и американцам, эти релизы будут для нас иметь крайне высокое значение. Начнем мы день в 11.30 с точки зрения статистики с данных по инфляции в Англии. И в 15.30, традиционное время для американских релизов, нас ждет индекс потребительских цен США. Об этих отчетах мы поговорим, безусловно, подробнее, но не будем нарушать нашу устоявшуюся, опять же, тенденцию и наш сценарий. Поскольку каждый брифинг мы с вами традиционно стартуем с подведения итогов того, как отторговала прошлую сессию нефтяная инфраструктура и, в принципе, что мы видели по рынку нефти. Клосс вчерашнего дня 51.63. Сейчас актив торгуется с небольшим повышением 51.79. Ну, в целом, можно сказать, что Brent, несмотря на весьма волатильную сессию, закрыл день с снижением. И мы понимаем то, что тому есть множество факторов. Это скептицизм трейдеров по поводу потенциальных договоренностей, которые могут быть достигнуты в Вене 30 ноября. Я думаю, что ни для кого не секрет, что оптимизма в направлении этого новостного афона и ожиданий практически нет. Ну, если кто-то свято верит в исключительные договоренности, которые будут соблюдаться, наверное, они поддерживают идею того, что 30 ноября ОПЕК, может быть, даже вместе с Россией последует делом за словом. Но большинство считает то, что этих договоренностей как не было, так и не будет. Второй момент. Почему котировки нефти сохраняют потенциал для снижения? Мы с вами регулярно каждую неделю наблюдаем за статистикой по количеству нефтяных платформ. Знаем то, что на прошлой неделе это количество увеличилось на 4, не так много. Но если мы оценим общий показатель преемственности и тенденции роста платформ с начала июня, то есть с летнего периода, то общий прирост составляет уже около 100 штук, больше 30%. И при таких ценах на нефть мы можем смело ставить на то, что этот тренд будет продолжен и дальше. Поэтому Международное энергетическое агентство сообщило о том, что ожидает буквально в первом квартале 2017 года увеличение добычи нефти в рамках американской экономики как минимум на 200 тысяч баррелей в сутки. Другой фактор это исторические объемы добычи в рамках ОПЕК. Это мы прекрасно знаем, помним цифру 33,6 и она неуклонно продолжает расти. Объемы добычи в Ливии за последние месяцы выросли больше чем на полмиллиона баррелей в сутки. Иран сообщил о том, что в ближайшие месяцы-два увеличат добычу на 130 тысяч баррелей в сутки. Ну то есть я возвращаю вас к прежнему наблюдению, которое опять же исходило от комментариев представителей иранской нефтяной делегации о том, что у них есть планка по добыче 4 миллиона и они ее обязательно достигнут. Вот сейчас фактически уровни производства составляют 3,87. Поэтому ясно откуда взялись эти 130. Иран по-прежнему ждет своих 4 миллионов, которые совпадают с досанкционным уровнем. Уж не знаю, является ли это опять же желание достигнуть максимального объема перед потенциальными договоренностями, но знаю практически наверняка, безусловно моя субъективная позиция, что Иран не будет поддерживать ограничения добычи, несмотря на то, что мы слышали ранее. Следующий фактор, на который стоит обратить внимание, это слабая мировая экономика. В частности, у нас на этой неделе, буквально завтра на азиатской сессии будет возможность оценить целый блок макроэкономических данных из Китая. Те, кто присутствовал на вчерашнем вебинаре, мы говорили об этой китайской статистике и в целом обозначили то, что ожидания не самые радужные. То есть статистика, скорее всего, будет хуже прошлых периодов и позволит нам сделать ставку на продолжение замедления экономического спада поднебесной. Состояние Китая мы с вами уже привыкли быстренько распространять и транслировать на всю мировую экономику. Поэтому ждем сигнала слабости мировой экономики, ждем еще параллельный сильный доллар, который также потеснит позиции нефти. Ну и, безусловно, сегодня в качестве такого десерта дня в 23.30 у нас статистика по запасам нефти по версии API, то есть от Американского института нефти. На прошлой неделе тенденция снижения запасов была сломлена. Сейчас мы видим, хотелось бы увидеть прирост, собственно, так же, как и на прошлой неделе. И если действительно наши ожидания будут оправданы, мы фактически окажемся в одном шаге от новой тенденции, которая будет предполагать уже системное увеличение запасов. А это еще один фундаментальный негативный фактор. Поэтому Brent, полагаю, при неизменности новостного фона продолжит смещаться в районе 51 доллара за баррель, но нам нужен как минимум уровень 50. Российская валюта следом девальвируется за ослаблением нефти. Мы видим то, что рубль по мере приближения к планке 62 не очень активно реагировала на рост нефти. А вот стоило только нефти развернуться и пойти уже в другую сторону, коррекционную, как девальвация тут же была проявлена в курсе рубля против всех основных конкурентов. Вот вчера даже и на первых часах сегодняшней азиатской торговой сессии, ну, если, опять же, брать тенденцию и динамику курса рубля в формате премаркета, мы могли наблюдать то, что курс был выше 63 и понимаем то, что это более-менее оправленные значения. Поэтому я жду то, что ослабление рубля продолжится, и мы с вами сможем добраться до нашей цели, которая находится на отметке 65 против американца. Налоговый период стартует совсем скоро. У нас есть еще несколько дней, чтобы все-таки побольше дисконтировать слабость нефти, также потенциальную. Я думаю, что в идеале бы нам добраться даже до 64 уже к концу текущей торговой недели. Европейская валюта против доллара. Сейчас у нас котировки 1.10.12 евро. Довольно успешно начал новую неделю, прибавил около 30 пунктов, а если взять хай с сегодняшнего дня, то в основном было уже практически на 50 пунктов. Правда, сейчас пошел откат, и вот пара уже недалеко от планки 1.10. Почему же доллар взял локальную паузу и не смог продавить евро ниже? Я думаю, что вот это локальное замешательство было связано с отсутствием дополнительных драйверов, которыми можно было объяснить понижательную динамику, и можно было бы оправдать такое быстрое, резкое давление на евро, впрочем, как и на все рисковые инструменты. Сейчас трейдеры, безусловно, в отношении европейской валюты ориентируются на важные события этой недели, заседания Европейского центрального банка, где будут пересмотрены ставки и состоится пресс-конференция. То, что ставки не будут изменены, это 100%. Но что представляет большой интерес, это пресс-конференция, как и всегда, поскольку интересно послушать, что будет сказано со стороны драги. Консенсус прогноз сейчас предполагает то, что в лучшем случае, в декабре, мы с вами услышим о продлении действия программы количественного смягчения хотя бы на 6 месяцев, то есть за пределы марта прибавлять 6 месяцев вперед. Что касается основного параметра выкупа активов в размере 80 миллиардов евро, то, скорее всего, он не скорее всего, а с огромной долей вероятности пересмотрен не будет. И еще важный момент заключается в том, что Европейский центральный банк в лице драги фактически отказал рынку в спекуляциях на идее того, что ЕЦБ может раньше срока выйти из вот этой полномасштабной программы количественного смягчения. Мы также будем следить за заседанием Европейского центрального банка и понимаем то, что волатильность в этот день должна быть значительной, особенно учитывая текущие котировки, где евро очень чувствительны к дополнительным поступлениям с точки зрения информации на рынок. И, конечно же, в идеале бы нам дождаться все-таки снова пробоя этого рубежа и уход в район хотя бы 1.09. Вчера поддержка евро оказала еще статистика по индексу потребительских цен еврозоны очень важный отчет, потому что именно из-за низкой инфляции Европейская центральная банка и пошел на вот эти беспрецедентные меры экономического стимулирования. Но, согласно вчерашним данным, появились дополнительные позитивные моменты, потому что инфляция выросла в месячном выражении, фактически добралась до отметки 0,4% с 0,1% в годовом выражении. У нас такая же цифра и осталась, 0,4%. Причина роста инфляции – это восстановление цен на энергоносители. Но даже без наблюдений рынка мы бы сами смогли прийти к такому же выводу. С одной стороны, рост инфляции, безусловно, снижает вероятность новых стимулов. Но, с другой стороны, если именно цены на энергоносители легли в основу этого положительного тренда, мы понимаем, что ситуация очень быстро может измениться, особенно в свете нашего прогноза сползания бренда в район 50 долларов за баррель. Стоит только инструменту этого товарного рынка оказаться даже еще ниже, тогда инфляционное давление снова станет актуальным и инфляция поползет снова в области нулевых отметок, что позволит нам говорить о новых экономических стимулах. Но это уже только на перспективу. Еще одним фактом спроса на евро в рамках вчерашней торговой сессии выступило ослабление доллара, поскольку слабость американца тут же меняет перекос в доходности облигаций американского происхождения и, соответственно, облигаций, которые стоят за регионами того валютного актива, который выступает оппонентом доллара в валютной связке. В данном случае мы говорили о двухлетних облигациях, потому что сейчас спред доходности, там был просто астрономический, больше 154 пунктов. Сейчас он, конечно же, снижается, и это позволило трейдерам, которые анализируют долговой рынок, использовать и такую динамику, чтобы оправдать повышательную, не то что брали, просто повышательную динамику восстановления европейского валютного актива против доллара. Но это не тенденция, напротив, я бы даже сказал то, что это просто элементарная, обыкновенная проторговка, которая не должна вводить у вас в заблуждение. Евро остается активом, который имеет больше потенциала на коррекцию, и мы понимаем то, что этот потенциал мы будем с вами использовать и дальше. Поэтому ждем слабого евро. Я надеюсь то, что сегодняшний отчет по админию потребительских цен в США может оказать необходимую поддержку доллару. И снова напомнить рисковым инструментам, где они сейчас должны котироваться. Дальше идем. Фунт против доллара. Поскольку американская валюта ослабла, как я уже отметил, рисковые инструменты быстро этим воспользовались. Фунт не стал исключением, прибавил, может быть, даже более, чем прочие рисковые активы. Но, опять же, это произошло только по той причине, что и до этого фунт терял гораздо больше прочих. И любой позитив для себя, конечно же, был отыгран им с максимальным потенциалом. Но я точно хочу подчеркнуть, что не стоит свято верить в то, что худшие времена для британцев позади. Ни в коем случае. Потому что все старые риски, о которых мы с вами говорили, неопределенность политического характера, потенциальный выход инфляции за пределы 2%, угроза для темпы экономического восстановления потребительской активности, безумный темп потока капитала. Все это те проблемы, с которыми сейчас продолжает иметь дело английская экономика и, соответственно, фунт. Поэтому мы должны снова говорить об этих рисках и понимать то, что они могут спровоцировать еще больше ослабления британской валюты. Вот в истории было не меньше 8 случаев, когда фунт за очень короткий промежуток времени терял около 25%. Вот с начала июльского месяца, точнее даже с референдума, который состоялся 23 июня, фунт ослаб больше, чем на 15%, 15-16%. И у нас, получается, даже исходя из исторических параллелей, есть еще возможность увидеть потери фунта, ну 500-700 пунктов, почему бы и нет. По крайней мере, это точно бы улеглось вот в практику, которая сложилась уже исторически. На фоне каких-то катаклизмов, я считаю, что мы имеем полное право рассматривать сейчас выход из состава Европейского союза. Поэтому на фунт мы продолжаем делать ставку на ослабление, ждем 1,20. Сегодня в 11.30 через час 45 выйдет отчет по инфляции. Я практически не сомневаюсь, что мы увидим многомесячный хак. И, разумеется, этот отчет нужно будет сразу же использовать как потенциальный фактор давления на активность потребителей и на замедление экономического роста. Надеюсь, то, что ОИК будет правильный. И трейдеры смогут сделать правильные выводы о том, что рост инфляции – это негативный фактор как для экономики, так и для национальной валюты. И также надеюсь, то, что фонд в связи с этим будет, собственно, возобновлен к тому понижательному ралли, который наблюдали на прошлой и позапрошлой недельных. Дальше. Доллар против японской иены. Здесь, честно говоря, мне было крайне интересно наблюдать за американцем и удивительно было видеть его слабость, поскольку та новостная картина, которая сложилась в рамках дня, располагала к тому, чтобы доллар только окрем. Во-первых, это резонанс последних отчетов с прошлой недели, роничный продаж, индекс цен производителей. Во-вторых, это данные по промышленному производству. У нас рост до 0,1% с прошлого спада, минус 0,5% – очевидное восстановление. И еще один жесткий сигнал для перспектив денежно-кредитной политики – это комментарий не просто со стороны представителей ФРС и даже не со стороны обыкновенного одного из многих голосующих членов. Это комментарий со стороны врица председателя ФРС Стэнли Фишера, который отметил, что низкие процентные ставки делают американскую экономику уязвимой, подрывают ее финансовую стабильность, поскольку в такой ситуации трейдеры начинают гоняться за высокой доходностью облигаций. Я с ним абсолютно согласен. Мы не просто так делаем с вами регулярную ставку на рост облигационной доходности. И действительно, все это является следствием низких процентных ставок. Ситуацию нужно решать. И по версии Фишера незамедлительным повышением процентных ставок, прям при первой же возможности. Но уже пришли к выводу, что первая возможность объективно будет предоставлена только в декабре. Ждем повышения процентной ставки и ждем, что доллар, конечно же, все-таки возьмет бразды правления в свои руки, точнее, быки в свои лапы. И смогут потеснить и рисковый инструмент, и японскую валюту. Тем более, что в паре USD и Yen у нас есть еще и факт контрастных политик ФРС и Банка Японии. Особенно в свете вчерашних комментариев со стороны городы о высоких шансах на продление, может быть даже и увеличение экономических стимулов, которые будут направлены на разгон индекса потребительских цен, хотя бы, не хотя бы, а до целевого значения в 2%. Поэтому USD и Yen не обращаем внимания на снижение внутри торговой сессии, не пытаемся найти причины, которые могут привести к среднесрочной слабости американца, а только используем снижение для того, чтобы выкупить пару на еще более комфортных уровнях. Наша цель как минимум 105 йен против американца. Хотел еще сказать про пару австралийцев против доллара, поскольку сейчас считаю, что она может принести очень хороший профит. Котировки 0.7663, полагаю то, что потолок сейчас у этой пары 0.77, там чуть выше. Можно разместить даже уровень стоп-лосс, если вы будете торговать по этой валютной паре. Сегодня утром вышли протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии, исходя из которых было снова напомнено трейдерам то, что австралийская валюта по-прежнему из-за того, что слишком дорогая, подрывает и, лучше сказать, не дает полностью реализовать потенциал роста национальной экономики. Инфляционные ожидания остаются на очень высоком значении, то есть инфляция растет. И это в целом позволяет нам предположить, что Резервный Банк Австралии может снова пойти на снижение процентной ставки. И, конечно же, такой шаг будет подразумевать ослабление курса национальной валюты. Можно провести параллель с инфляционными ожиданиями по, соответственно, еще партнеру, скажем такому, страновому, это со стороны Резервного банка Новой Зеландии. Там точно такие же риски. Но в отличие от Новой Зеландца, австралийская валюта в последнее время, росла более динамично. Поэтому ей нужно, конечно же, и потерять больше, чем Новозеландскому доллару. Ну и плюс ко всему у нас еще на повестке целый блок статистики из Китая. Мы ждем то, что статистика будет плохой. И классически, традиционно слабые данные по Китаю находят свое отражение во слабости тех валют основных торговых партнеров. Вот одним из основных торговых партнеров Китая является Австралия. Поэтому жду по паре австралийцев против доллара 0.7550 уже к концу текущей недели. Из важных отчетов сегодняшнего дня, как я уже отметил, нас интересует инфляция. Это в Англии в 11.30 по Москве и в 15.30 инфляция в США. В 23.30 статистика по запасам нефти в США по версии АПИ. Ждем роста запасов и ждем дополнительного давления на бренд. Кодовое слово на сегодня – штопор. Величина бонуса 13%. Действует он, как и всегда, до следующего брифинга. Следующий брифинг у нас по расписанию завтра в 9.30 по московскому времени, где мы снова будем подводить итоги последней торговой сессии, то есть сегодняшней. Осталось только пожелать вам прибыльной торговой сессии, крайней бдительности сегодня, поскольку, уверен, рынок будет весьма волатильным, особенно в освете тех релизов, которые у нас на повестке торговой сессии. Поэтому хороших вам уверенных попутных трендов, хороших результатов, ну и, конечно же, роста депозитов. Всего доброго, спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok